Так, всем привет! Сегодня я пришла в салон Лилу, который находится на Василишком острове на улице Шевченко. Знакомьтесь, это Шуша, вы, наверное, ее уже знаете. В общем, меня с ней познакомила Оля Буракова, потому что она тоже у нее делала волосики, и сегодня я к ней тоже пришла, потому что, как вы знаете, я говорила, у меня проявился вот этот желтый уже пигмент, краска начала вымываться, и мне нужно делать колорирование. Теперь расскажи, что мы будем сегодня делать. Мы сегодня будем делать венецианское эмилирование. Все-таки колорирование это по всей длине, по всей голове, а мы не хотим полностью все красить. Мы сделаем частично прядки. Венецианское эмилирование делается не как обычное эмилирование. Мы будем брать такие маленькие треугольнички острые, но зато мы не тронем всю основную часть волос, и затем мы это затонируем и уберем этот желтый оттенок. Чтобы не было желтизны, сделаем бежевый, либо холодный. Может быть, что-то там посмешает. Вот такой вот у нас получился эффект. И расскажи, на чем мы это делали. Первый этап мы делали прядки, отсветляли, а потом уже второй этап мы тонировали. Тонировали разными оттенками. У нас здесь три цвета. Можно посмотреть, переход достаточно естественный, нету четких границ. Мы сделаем объем у корней. За счет этого у нас будет держаться объем не с помощью начеса, а с помощью гофре. Он держится дольше, несколько дней до тех пор, пока голову не помоете. Вот так вот выглядит гофре. Мы делаем только у корней. Вот это у нас первое. У нас вот пробор косой такой. Отступили сантиметр от самого пробора. Вот эту часть мы не трогаем, потому что если мы тоже сделаем гофре, будет видно это гофре. Мы взяли, отступили. У лица тоже стараемся вот эти передние прядки не делать, так как у лица тоже видно. Берем вот такую штучку. Она бывает разных размеров, в магазине разные продаются. И раз, и два. Долго не держим, смысла нет. Если хочется достичь большего объема, можно это начесать. Начес будет держаться до тех пор, пока не расчешься. У верхней стороны, вот где уже ближе к пробору мы поднимаемся, лучше сделать один раз. Вот раз, и все. Внизу я делала раз-два, а здесь один раз. Мы уже сделали основную часть кутрей. Сейчас я вам покажу, как мы это делали. Берем прядку. Не стараемся, большую не стоит брать. Берем маленькую, не очень толстую. И не от корня, а чуть отступая, вот так утюжком проводим, закручивая волос в утюг. Дальше мы ее приподнимаем, вот так, как в булочку. И опускаем. И получается такая волна. Да, получается кудряшка, но мы впоследствии уже ее распрямляем, делаем с ней что хотим. Очень красивые и очень естественные кудри. Такие прям живые. Можно трогать. Волосы очень-очень мягкие. Но я потом еще покажу цвет при дневном освещении. Нужно посмотреть, как будет смотреться при дневном освещении. Волосы, несмотря на то, что мы осветлили, очень мягкие. Они очень мягенькие. Совершенно живые. Но за такими волосами нужно ухаживать маслом в кончике обязательно и делать желательно маски хотя бы раз в неделю. Все-таки это светлый цвет и за светлым цветом нужно ухаживать. Вот. Вот так вот. Так что пишите, как вам нравится, не нравится. Мне очень нравится. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Девчонки, все ссылки оставлю внизу. Так что заходите, записывайтесь, смотрите. Шушенька очень хороший мастер. Все. Спасибо. Спасибо. Всем ночной вечерний привет. Я сейчас иду домой после спектакля. Сейчас у нас пол одиннадцатого вечера уже и на улице снег. Сейчас идет снег, поэтому я такая вся закутанная в пуховике. Так что те, кто против пуховиков и говорят, что это не фэшн, можете сразу поставить дизлайк, потому что я люблю пуховики. Вы знаете, когда на улице минус, ни одна шуба вас не спасет, когда минус десять. Сейчас достаточно большой минус. Я даже в перчатках валит такой небольшой снежочек. Да, я уже практически пришла. Кто угадает, в каком я районе? Тому плюс сто пятьсот. В общем, я вам не рассказала про спектакль. Так, сейчас Ира перелазит через забор в юбке, в платье. Ну ладно, пофиг. В общем, я уже практически пришла и хотела вам просто рассказать, что за спектакль, потому что не успела даже и обмолвиться парой слов. В общем, это был спектакль, который назывался «Юбилей ювелиры» и главную роль там играл Олег Табаков. Его напарницей была Дарья Мороз. Я думаю, вы все знаете этих актеров. Очень такая своеобразная на самом деле драма. И это уже второй спектакль за неделю, и обе были драмы. Я на самом деле не то, что не очень люблю драмы, но просто после них всегда какой-то достаточно печальный такой отпечаток на душе. И как-то, ну в общем так, тяжеловато. Это тяжелее переносится, нежели просто комедии. Но очень круто. Мне понравилось своеобразно сделано. Такая вот экранка сверху идет, как будто бы вы смотрите фильм, внизу идет действие. То есть тот, кто сидел на самом верху, увидел совершенно все. Единственное, что это было все в Александринском театре. Кто знает, в Питере тот поймет. И там, конечно, был очень плохой звук, если честно. Конечно, Олега Табакова было прекрасно, мне лично слышно, и Дарью Мороз, но остальные актеры немножко не дотягивали. И не всегда было понятно, что они говорят, особенно если кто-нибудь начинал кашлять, чуршать и в общем так далее. Вот, я уже пришла, и у нас вот там вот стоит елка. Где? Елка, елка, елка. Я пришла, и сейчас буду падать. Потому что скоро я уезжаю в Таллинн, буквально послезавтра. Завтра у меня опять тяжелый день, будут тут всякие разные встречи. Так, да, кстати, я вам так и не показала свое эмилирование. Но здесь тоже уже искусственное освещение. Так что потом, как-нибудь вам обязательно покажу. Но мне очень нравится, прикольно. Немножко отличается от того, что у меня было. Но все равно очень классно сделано. Всем огромный привет! Сегодня у нас новый день. Я дома. Я бесконечно этому рада. Не пугайтесь, это мой обруч. У меня небольшие такие волны сделаны. В общем, я не знаю. Мне хочется постоянно экспериментировать. Хочется постоянно менять цвет волос. Я знаю, что многие из вас написали, что мне хорошо блондинки, когда я примеряла этот, как его, вот эти волосы, которые мне пришли. Я обязательно на днях сниму видео, потому что вот я уже покрасилась и могу нормально заснять это видео. Вот. И внизу, кстати, я оставлю ссылку на те волосы, на те прядки, которые ко мне пришли. Это натуральные волосы. И для вас у меня есть скидка 5% по коду IrresistibleIrina. Так что внизу будет вся информация. Обязательно откройте, посмотрите. Скидка. Это очень круто. Вот. Как-то так. Пришло ко мне очень много посылок. Кстати, ко мне пришла зубная щетка японская. Круто, да. Я люблю всякие такие китайские, японские, корейские штучки. А если честно, толком еще прям не смотрела эту щетку. Вот такая вот. Все тут на японском. Даже специально уточняла, как ею пользоваться. Что меня удивило, это то, что мне сказали, что можно пользоваться ею без пасты. Так, вот так вроде получится ей, да? Поярче. Так, сейчас я вам открою ее. Ею можно пользоваться без пасты. То есть, вы просто как бы чистите, и она как будто бы там что-то вспенивается. Но я не представляю, если честно, как это чистить без пасты. В общем, я открыла. Сама щетка идет вот в такой вот упаковке, что очень круто. То есть, ее можно брать с собой, если вы куда-то, допустим, уезжаете. Вот. И вот так вот выглядит щетка. Она идет на батарейках. Вот здесь вот она включается. Это электрическая звуковая ионная зубная щетка с футляром. Чистит без зубной пасты. В общем, посмотрим, попробуем. Вот такая вот клевая. Я уже ее включила. Конечно, батарейки придется, мне кажется, частенько менять. Потому что все-таки это батарейки, сами понимаете. И как я часто чищу зубы. Да. Вот. Но щетка прикольная. Но мне кажется, я все-таки буду пользоваться с пастой. А еще ко мне пришли средства от Global White. Вот такие вот всякие. Это кислородное отбеливание у меня. Без вреда отбеливает. Вы знаете, что мне, конечно, нельзя еще такими пользоваться. Поэтому эту штуку я дам мужу. Это дневная гигиена у меня тоже. Когда я поем, у меня стоят брекеты. То я обязательно, если у меня нет возможности почистить зубы, то я обязательно пользуюсь вот такими вот пенками. Кстати, одну из этих пенок я брала с собой в Майами. Очень удачно пользовалась. Это у меня укрепление эмали. Мне, кстати, нормально. Они очень нравятся. Они комфортные во рту. Понимаете, есть такие пенки или вот эти вот средства, которыми ополаскиватель, да. Есть такие средства ополаскиватели, которые дико разъедают рот. Это настолько неприятно, что вообще просто хочется выплюнуть поскорее и вообще вылить куда-нибудь это в унитаз. А вот эти вот пенки отлично мне подошли и ничего у меня не разъедают, что мне безумно-безумно нравится. Я вот сейчас смотрю, все так клево вот при таком вот цвете. Вот такой вот смет волос. Но я вам еще покажу, конечно, дневной. Вот. Мне нужно собираться и скоро я уезжаю в Таллин. Мне нужно собрать все свои вещички. Я с подружкой поеду в Таллин, отлично там погуляем и сходим в театр. Это будет уже мой третий театр за неделю. Мы идем, кстати, на Щелкунчик. Всем привет! Мы приехали в Таллин. Всем привет! Мы приехали в Таллин. У aí всем еще раз привет мы сейчас зашли поужинать в какой-то ресторанчик, честно говоря, я не знаю название здесь вот такая вот обстановочка и мы сейчас сидим отдыхаем у моей подружки с Катей, с которой я приехала, был недавно день рождения поэтому мы немножко отмечаем, я ее поздравляю и потом у нас поход в театр мы идем на Щелкунчика в оперу так что сейчас у нас такой быстренький ужин и потом мы бежим в оперу вот так выглядит театр оперы такой достаточно большой мы его заприметили еще издалека вот сейчас мы пойдем смотреть Щелкунчика и на другой стороне находится вот такой вот торговый комплекс здесь медок, можно покушать сейчас на улице стало холодно, уже вечер, солнце совсем ушло я в шапке, такая вся закутанная кстати, достаточно сильно объелись в этом ресторане порция достаточно большая, видели такой стейк хороший но скажу сразу, что нам приготовили не велдан, как мы просили а медиум, то есть посрединке все-таки была вот эта кровь и розовое мясо я это, честно говоря, не очень люблю но за то, что было очень сытно, вкусно кстати, здесь вот есть расписание кстати, ребятки, я советую вам, те, кто ездит куда-нибудь входите в театр, это очень круто и... да АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»